Всем привет! Сегодня хочу поделиться своей историей о наших братьях меньших. В общем, началось все, когда мы переехали из города в станицу, в свой частный дом. Так уж вышло, что жить в городе нам стало неинтересно. Привезли мы все вещи свои и стали жить-поживать, да добра наживать. Нет у нас на участке даже забора, стоит один дом и соседи кругом. Ну, как тут не скажешь проходной двор. Стала наблюдать за животными, которые гуляют в нашем дворе. В основном это были собаки разной породы. И такса, и овчарка, и еще одна, я даже породы не знаю ее. Но гуляют они себе, да и ладно. Безобидные такие. Нанесу косточку, они ее утащат. Ну, понятно, что бродячие они. И тут как-то я пошла погулять рядом с нашим домом и вижу такую картину. А как раз дождь шел. Стоит собака, такая несчастная, худая, с опущенным хвостом, на куче гальки и что-то там нюхает. Я позвала собачку, и она подбежала ко мне. И тут я увидела, что она кормящая, и у нее неподалеку находились щенята, которые жалостливо скулили. Я не любитель собак, но в этих глазах я увидела такую беспомощность и страдания, что мое сердце забилось чаще. Мне так сразу захотелось ей хоть чем-нибудь помочь, а на дворе февраль. Я даже растерялась и быстрым шагом пошла домой за любой едой. И она, почувствовав это, побежала за мной. Подбежав к двери моего дома, она села и просто ждала еды. Я вынесла ей кусок хлеба из сала. Она очень аккуратно взяла еду из моих рук и стала с большой жадностью есть то, что я ей вынесла. Она за несколько секунд все съела и стала смотреть на меня своим жалостливым видом, прося еще чего-нибудь вкусненького. На тот момент она была подавлена, но после второй порции она побежала к своим щенятам. И с этого момента и до сих пор я кормлю ее утром и вечером. Она приходит утром и сидит, ждет. И также вечером. Спустя первую неделю она поправилась и у нее прибавилось молоко. Да и вообще она стала прыгать и давать мне лапу, при этом виляя хвостом. Я никогда не думала, что могу осчастливить бродячую собаку. Мордочка этой собаки стоит у меня перед глазами и поэтому я всегда о ней помню. Этот взгляд невозможно забыть. Спасибо вам за внимание! Подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте лайки и делитесь в социальных сетях с друзьями. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok